Я так понимаю, что для раб, для каждого своя мотивация, да, а по большому счёту я для начала никого не мотивирую, я вижу, что вот он хочет, да, и тогда начинаешь, вот он хочет, и ему начинаешь работать. Кто не замотивирован, может, ты не будешь объяснять, что это так здорово, что ты получишь вот какие-то материальные блага, что ты станешь великим из великого, я буду снимать, потому что это неинтересно. Ну, я его замотивирую на неделю, на месяц, а дальше, ну, на ребят смотришь, вот этого мальчика, ну, условно, там, одному мальчику, ему его пока ещё ничем не промотивировало, но он вот уходит, и он хочет вот этого выиграть, этого выиграть, этого выиграть, он там, если он проиграет даже в рандоре, он идёт, и он вообще, он сам не свой, да, ну, вот, хочу его ещё. Нужно мотивировать, нужно мотивировать дальше, но какая-то проблема встанет, да, выборка будет встанет. Я вот сейчас посмотрел, вы выходите на татами, вам интересно сейчас выходить на татами? А что вы находите для себя, выходя на татами? Ну, конечно, как учитель, как тренер, вы, может быть, помогаете технически, да, тактически, если поединок, а лично для вас, в какой цели, вот, вы придерживаете выходя на татами лично для себя? Что вы, что-то новое находите? Ну, новое, новое. Дзюдо. Я вот, мне отправиться на семинары ездить, и всё равно что-то, чему-то учишься, что-то узнаёшь, и понимаешь, что ты, понимаешь, что ты ничего не знаешь, да, понимаешь, что ты ничего не понимаешь, да, и что-то вот это... Чем больше ты знаешь дзюдо, тем больше ты понимаешь, что ты не понимаешь, что ты ничего не знаешь, да, и что-то техническое. Есть такое направление сейчас, ну, очень в последние годы популярно, это ветеранское дзюдо, и особенно там сейчас, ну, популярно оно в том смысле, что мотивирует участвовать в соревнованиях, да, ветеранов и так далее. Как вы к этому относитесь? Нет, я к этому, к этому нет. Вот изучение, изучение дзюдо и ветеранское дзюдо, ну, разные вообще вещи, да, когда кто наборолся, я смотрю на ребят, ну, у кого-то есть ещё, конечно, кто наборолся как действующий спортсмен, выступался, ушёл с татами и год не показывался в зале вообще, потому что она просто наворотила его от зала, а потом уже как-то, ну, не хочется. Вы бы сейчас не вышли бы на соревнования по ветеранам? Нет, ну, просто не хочется, как-то я вышел, такое приятное ощущение из каталка, когда эти были, в Москве-то полиция, армия, вот эти вот, срочи, да, какие-то ощущения приятные были, ну, понимаешь, что уже, ты всё видишь, ты всё знаешь, да, но уже мышцы забывают, уже такой реакции нет, ну, что я... Вы чувствуете какую-то опасность для здоровья? Нет, 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 не чувствую, только интерес не появляется. Интерес, знаете, я смотрю, как в Японии, люди возрастные, пожилые, вообще старички, там, в Кадакане приходят, вот они дзюдо занимаются, они вот на ранговоре борются, они технику какую-то изучают, вот это вот интересно, да, потому что техника, она там, это нам раньше казалось, что этот приём изучил, этот приём изучил, вот и этот дзюдо, дзюдо-то, оказывается, вообще, надо просто за счёт передвижения человека бросать, не особо-то и подворачиваясь, вот это, вот это дзюдо, вот это фантастика. Вот, понятно, что так вот сложно, может быть, представить, ну, допустим, у вас такая есть возможность обратиться к людям во всём мире, что бы вы им сказали? Я бы не взял на себя такую ответственность обращаться к людям во всём мире, поэтому... Ну, вот просто представим, что вот есть такая возможность, не хотели бы вот что-то людям сказать? Нет у вас такого желания? Нет, ну, это было бы, если бы люди во всём мире, это было бы, конечно, просто не дзюдо, это надо какую-то мудрую, философскую мысль сказать. Я не говорю, что научить их чему-нибудь, просто вот... Или вы не можете сейчас так вот сходу ответить на это, что вы могли бы сказать людям? Будь у вас такая возможность обратиться к ним вот сегодня, в сегодняшний день, в данном отрезке времени, временном... Ну, я не имею в виду вечер сегодняшний, а просто вообще... Я могу обратиться, допустим, к этим ребятам, которые тренируются, которые... Им какие-то свои слова сказать, да... А если не будет слушать весь мир, старики, богатые, бедные... Ну, не хватит... Читайте заповеди... Там все написано... Больше ничего добавить нельзя... Живите по заповеди... Спасибо большое... И... Удачи вам! Спасибо!